Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, какая молитва более действенна, совместная или личная? Дело в том, что в Евангелии, в Священном Писании Господь призывает нас и к той, и к другой молитве. В одном месте Он говорит, что когда я хочу помолиться Богу, я должен уединиться, закрыться в свою клеть внутрь себя и втайне обратиться к Отцу Небесному. А в другом месте Он говорит, где двое или трое собраны во имя, а там я посреди них. Поэтому и та, и другая молитва нужна. Более того, эти молитвы друг друга питают и усиливают. Это как будто два легких у человека. Оба они нужны. Молитва совместная. Есть молитва церкви. А в церкви всегда присутствует Господь. Молитва совместная склоняет, учит нас, призывает нас любить ближнего. Потому что предстояние обращения к Богу совместное не может иначе никак разрешиться и жить в человеке правильно, как только любовью к ближнему. Поэтому в церкви так мы все и ждем любви, как единственного правила отношения между членами церкви. Но если человек сам по себе не научится разговаривать с Богом, если он не прочувствует слова пророка Давида, которые по-славянски звучат так «Един есм аз», то есть «я один, донди же приду», то есть «пока я иду», имеется в виду путь жизни человека, всей его судьбы. То человек не сможет и публично молиться. Поэтому нужно практиковать и то, и другое. Если мы посмотрим на сообщество людей, которые более всего стремились к молитве, а это монашеские общины, как один из примеров решения вот этой дилеммы, что важнее, то мы увидим, что обязательно практиковалось и то, и другое. Даже те, кто принимал решение жить отшельнически, все равно раз в неделю, если жил далеко, то реже, конечно, но все равно приходил для совместной молитвы на воскресном всеношном бдении и для причастия тела и крови Христовых. А участие в этом самом главном таинстве без совместной молитвы с братьями и сестрами вообще невозможно. Поэтому нужно и то, и другое. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.